Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушаем мнение и комментарии. Вместе с информационной службой редакции «Репортер 73» итоги подведу я, Вера Мещерякова. Здравствуйте. Дорожная неделя. На улице Камышинской в Засвияжье проблемный перекресток с Жигулевской и Хошимина переделают для удобства автовладельцев. В часы пик там очень затруднено движение. Подрядчику глава региона рекомендовал работать оперативно. Развозить ремонт улицы на все лето нельзя. Цитата. Также в планах обновить близлежащие улицы Отрадную и Шолмова. На выполнение задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году направлено почти 4,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на 43 объекта, 12 из них в областном центре. Вместе с проверяющими за ходом работ наблюдала наша съемочная группа. Слово Маргарите Матюшинской. К легковым машинам добавились ремонтные. На перекрестке улиц 50-летия ВЛКСМ и Полбино шумит техника, снимая старый асфальт. С середины мая начались работы, которые продолжатся до осени этого года. Заново заасфальтируют проезжую часть, тротуары, заменят бордюр. Кроме гладкого покрытия появится цветущая зона, на кольце создадут клумбу. Все это преображение стало возможным благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». Это ремонт пандусов, пешеходный переход, установка бегающих светофоров, предупреждающих водителей. Две остановки переносятся по безопасности. В железнодорожном районе, близ Садовых товарищей, сейчас ремонтируют дорогу протяженностью более 5 километров. Работы планируют закончить в сентябре этого года. Еще один участок, где работают на опережение, не срывая сроки, несмотря на майскую непогоду. Укладывают асфальт, сделанный по новой технологии, с добавлением полимерного волокна. А значит, срок службы полотна увеличится, утверждают эксперты. Помимо покрытия здесь заменят ливневую канализацию, установят новые остановки. «Пока у нас в черте города устанавливается бург-камень, мы здесь укладываем два слоя асфальта. Так что параллельно работа идет». Всего в Ульяновской области планируют отремонтировать 43 объекта общей протяженностью 126 километров. В 17 районах в этом году безопасными сделают 30 дорог, 110 километров станут ровными. На реализацию профильного нацпроекта в 2022 направлено более 4 миллиардов рублей. «На сегодняшний день в рамках заключенных двухлетних контрактов завершена работа на трех участках автомобильных дорог. Это Меликейский район, в городе Барыш и в городе Новоульяновске». Поставщики материалов для ремонта областных дорог местные. Один из таких завод в Ульяновском районе производит в день порядка 160 тонн асфальта, которым можно покрыть 16 километров дороги. «Объемы примерно такие же, как и в том году. Также все знают, что мы также принимаем участие на строительстве транспортной развязки на улице Минаева. Это нам тоже, кстати, очень помогает». Продукцию проверяют на качество здесь же, в собственной лаборатории. Исследуют прочность, водонасыщение материала и только после этого направляют на проверку в следующую инстанцию. Все это необходимо, чтобы новый асфальт прослужил не один год. Выдержав любые испытания суровым климатом. А пока под колеса автомобилей ложится новый асфальт, обновляется уличное освещение и прочая инфраструктура, на что выделены в том числе и федеральные средства, жители региона своими силами наводят порядок. Марафон чистоты стартовал в апреле и завершится 30 июня. На этот период запланировано семь крупных субботников. Ближайший общеобластной состоится 27 мая. На Ульяновце 20 числа совершили очередной благоустроительный десант. Александр Злобин продолжит тему. В Ульяновске проходят традиционные весенние субботники. Привести в порядок улицы, дворы, парки и скверы – это святая обязанность каждого – уверенные жители города, вооружившиеся необходимым инвентарем. Сейчас идет активная уборка и благоустройство в Ленинском, Железнодорожном, Засвиярском районах. А в Заволжье высадили более 3000 цветов. Сегодня на территории сквера Менделеева проходит общегородской субботник. Здесь принимают участие три ТОС – ТОС Менделеева, Сиреневый и ТОС Олимпийский. Также предприятия – теплоком, теплосеть и активные жители. Сквер Менделеева – излюбленное место отдыха, проживающих рядом горожан. На уборку и облагораживание дорогого сердца уголка вышли около 60 человек. Убирают мусор с территории, спиливают старые деревья и восстанавливают клумбу, где после высадят цветы. Мы убираем свой сквер любимый, потому что хочется, чтобы он был красивый и чистый. Сквер не входит в нашу территорию ТОСа, но прилегает, и поэтому мы здесь очень частенько убираемся, собираем народ и стараемся, чтобы здесь было чисто. Также и покраску мафов производим, скамеек. Мы хотим, конечно, чтобы наш сквер был чистый, и поэтому мы сегодня пришли навести порядок. Все с хорошим настроением, солнце светит, мы бодрее, и по мере своих сил мы занимаемся физическим трудом. Трудовые коллективы управляющих компаний также вышли на уборку закрепленных территорий. В помощь сотрудникам УК – техника, которая вывозит мусор, листву и сухие ветки. Зимний период мы уже пережили, много что сделано, продолжаем добиваться красивого состояния наших всех дворов. Активно нам в этом помогают жители, сами мы тоже выходим на субботники, сотрудничаем с администрацией. В то же время силами МБУ «Дорремстрой» в Заволжском районе отмоют и покрасят остановочные павильоны. Работы впереди еще много, и администрация города приглашает ульяновцев поучаствовать в уборке дворов. Хороший пример для соседей и радующий глаз результат. Александр Злобин, Алексей Юферев, репортер 73. Промежуточный итог весенней посевной. Засеяно более 62% запланированной площади. При этом в некоторых хозяйствах работы уже завершены. Аграрии отмечают каждому полю индивидуальный подход. Потому и погода не создает ощутимых препонов. И хотя стартовали из-за долгой весны позже, темпы сева яровых нарастили вдвое по сравнению с прошлогодними. Всего на яровой сев отдано 747 тысяч гектаров, что на 11% больше, чем год назад. Об этом на тематическом штабе в Майнском районе сельхозсектор доложил Алексею Русских. Также губернатор посетил местное фермерское хозяйство. Чем живет и как развивается район сегодня, расскажем далее. В мае 2021 года из-за киплами не пожирают лесоперерабатывающие предприятия в Майне. За считанные минуты огромная территория завода превратилась в пепел. Ущерб серьезный. Без поддержки власти руководителю производства не обойтись. А поэтому все возможное для восстановления объекта было сделано. Сейчас предприятие снова функционирует. И насколько успешно, узнал Алексей Русских. Именно с этой точки началась его рабочая поездка в Майнский район. О насущных проблемах говорили сами жители на заседании местных территориальных общественных самоуправлений. Благодаря работе ТОС удалось выполнить множество спортивных, культурных и социальных проектов. Благоустроить территорию и привлечь к активности молодежь. Представители ТОСов сегодня превратились не только в настоящих помощниках органов местного самоуправления по многим вопросам, но и стали по-настоящему хозяевами своей земли. Сейчас на территории Майнского района функционирует 18 ТОСов. В 2022 текущем году организованы еще два ТОСа в рабочем поселке Кнадске в селе Березовка. Они уже созданы, прошли все организационные процедуры и находятся на стадии заключительной регистрации. А значит поселения расцветут и преобразятся по чутким руководствам активистов ТОСа, курируют работу и направляют ресурсы на конкретные нужды. Одна из них – качественные и безопасные дороги. В Майнском районе на многих объектах работы уже начались. В планах сделать комфортный путь не только для автомобилистов, но и для велосипедистов. На сегодняшний момент у нас начата работа на улице Полевой. Матросов разыграно, но покуда не это, не начато. Потом, значит, велодорожка тоже разыграна, расконтрактована, тоже покуда не начато. Улица Логовая, Аненкова уже сделали. Вопросы сельского, крестьянско-фермерского хозяйств также обсуждались с ответственными. В Майнском районе эти направления активно развиваются. Выращиваются зерновые культуры, крупно-рогатый скот. Многие из предприятий, учитывая экономическое положение страны, нацелены импортозаместить иностранную продукцию местной, не менее качественной. Региональная политика и экономика. Город и область. Прямая линия в эфире сразу двух каналов. Репортер 73 и ОТР. Алексей Русских и члены Кабинета министров расскажут о своем видении развития региона. Вместе со зрителями разберут актуальные темы в прямом эфире. Репортер 73 и ОТР. 21 мая в 18.00. Репортер 73 и ОТР. Продолжаем выпуск. За время спецоперации на Украине в наш регион прибыло порядка тысячи вынужденных переселенцев. Спустя время некоторые вернулись на родину, некоторые перебрались в другие города России. Большинство остались. И в настоящий момент в Ульяновской области проживает 250 детей Донбасса. Чужих детей не бывает, равно как и чужой беды решили те, чье детство пришлось на суровые военные годы Великой Отечественной. О невидимом масте между поколениями, который выстроился в нашем регионе, расскажет Татьяна Домоданова. Каково это – расти без отца? Наш земляк Алексей Прокофьев знает досконально. Когда началась Великая Отечественная, ему не исполнилось и трех месяцев. Своего папу Серафима Прокофьева, военного разведчика, прошедшего фронтовой путь до Берлина, он впервые увидел после победы. Приехал-то, попросил, чтобы его доставили домой, потому что он был смертельно раненый человек. Я хочу посмотреть сына, то есть меня, которого я никогда не видел. Был в гернастерке, лежал на койке, меня какими-то леденцами, гостиницами угощали. По вам сколько было? Было всего года 4-5, не больше. Вторая встреча оказалась трагичной. Впереди гроб, а я сдали на второй тележке. Телеги, как раньше так называли. Сидел, провожал отца в последний путь. Несмотря на все испытания, Алексей Серафимович вырос и, как говорится, состоялся. Серьезная комсомольская работа и армейская служба. 44 года на Ульяновском автозаводе. Поступал слесарем, а завершил карьеру в должности специалиста по социальному развитию. Ударник пятилеток и победитель соцсоревнований. Лауреат различных премий и ветеран труда. Наконец, рационализатор по своей человеческой сути. Предложений у Алексея Прокофьева много, но главное сформулировано так. Дети войны, детям Донбасса. Моё предложение простое. Оно заключается в том, чтобы отчислить в определенный фонд вот этот 1% от пенсии. Это небольшие суммы. Согласно подсчетам, в регионе проживает порядка 72 тысяч представителей категории «Дитя войны». Получается, личный взнос каждого неравнодушного не превысит 200 рублей. Уже с сегодняшнего дня любой неравнодушный гражданин, дети войны в том числе, могут присоединиться к акции Алексея Серафимовича и перечислить денежные средства, либо принести любую другую гуманитарную помощь в Российский детский фонд и фонд «Дари добро», соответственно. Они настрадали за эти 8 лет. И они заслужили детского счастья. Мы, дети войны 20 века, это хорошо знаем. На все вопросы ответят по телефону 727-728. Также участвуйте, отсканировав QR-код на экране. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов и Константин Никитин. Репортер 73. Кадры будущего. О том, что потребности российской экономики в собственных грамотных специалистах высоки, говорится много и постоянно. Сейчас велика потребность в работниках IT-сферы. Но это не значит, что на другие направления можно махнуть рукой. Мир слишком стремительно меняется. Кадры для среднего звена предприятий реального сектора экономики. Наш регион презентовал свою программу развития вместе с 12 субъектами страны. Один из акцентов – подготовка работников авиакластера. С площадки, где 26 центров Уральского и Приволжского федеральных округов презентовали свои образовательные программы проекта «Профессионалитет» – материал Павла Петрикова. Верным курсом идете. Стратегическую инициативу правительства Российской Федерации «Профессионалитет» оценил и одобрил президент Владимир Путин. Работы много, подход основательный. Но в деле профессионалы со всей страны четко и последовательно излагающие суть предложенных программ. Объединил всех единый принцип – систему среднего профессионального образования необходимо реструктуризировать комплексно с фокусом на целевую подготовку кадров. Как говорится, под ключ. Напоминает советскую систему подготовки трудовых резервов, когда практически, а то и все, профтехучилища закреплены за конкретными профпредприятиями. В условиях такой некой неопределенности, наверное, создания условий, определенности для студентов и выпускников с гарантией трудоустройства – это такое обязательство государства. В Ульяновской области вчера и сегодня будет финальный день защиты образовательно-производственных кластеров, которые будут создаваться в рамках этого федерального проекта. Всего будет создано 70 таких кластеров. Сегодня второй день презентаций заранее отобранных программ деятельности кластеров. 26 центров из двух федеральных округов – Приволжского и Уральского, 12 регионов России. Ульяновская область в числе победителей грантовой программы по возможности создания образовательно-производственного центра. Выборное направление – наша гордость авиастроения. На базе Ульяновского авиационного колледжа в партнерстве с одним из городообразующих предприятий региона Ил-Авиастар. Мы будем готовить для нашего предприятия в основном рабочие профессии. Это слесарь-сборщик летательных аппаратов, сборщик-клепальщик, слесарь-подоводки, слесарь механо-сборочных работ. То есть у нашего предприятия сегодня потребность именно в рабочих кадрах, в рабочих руках. В этом году колледж пролицензировал программу «Мастер слесарных работ». Именно под потребность проекта «Профессионалитет» и «Вакурат» под запросы будущего работодателя. По программам других регионов планируют готовить специалистов, например, атомной отрасли, легкой промышленности, сельского хозяйства, даже рыболовства и железнодорожного транспорта. Например, в Оренбургской области в этом году создадут сразу три площадки. Это металлургия, это машиностроение. Восток нашего региона. Для нас это очень важно, потому что зашли в проект градообразующие, даже не градообразующие, а фактически регионообразующие предприятия. Те, кто составляет становой хребет промышленности Оренбургской области. Суть любого кластера, любого региона. Подготовить универсальных специалистов, способных работать на новейшем оборудовании буквально с первого рабочего дня. И программа «Профессионалитет» позволяет готовить такие кадры. Павел Патрюков, Юрий Давыдов, репортер 73. Профориентация школьников в этом году станет одним из главных направлений работы детских лагерей. Детям расскажут и покажут, какие возможности есть в нашем регионе, чтобы укрепить желание связать свою судьбу с судьбой малой родины. Компания стартует уже 1 июня в 532 организациях отдыха. 387 школьных лагерей с дневным пребыванием, 119 лагерей труда и отдыха, 26 оздоровительных загородных, а также 2 детских санатория. Этим летом ждут 46 тысяч детей. Школьники и их родители готовятся к поездке. Напомню, доступна возможность частично компенсировать стоимость путевки. Приготовления идут и у вожатых. Молодые педагоги проходят обучение. Из школы вожатых материал Анны Чайниковой. Задорная музыка, драйв и танцы. Молодые вожатые готовятся ко встрече со своими подопечными. Здесь студенты разных вузов и СУЗов города. Активные, добрые и любящие детей. Самое главное – это желание работать с детьми. Обучаем мы их психологическим аспектам. То есть, как работать с детьми, какие возрастные особенности у детей есть. Кроме этого, мы их обучаем, как проводить игры, как проводить массовые мероприятия. Обучаем, как взаимодействовать с родителями тоже в том числе. Песни у костра, вечерние дискотеки, танцы, конкурсы и настоящая дружба. Побывав в детском лагере, однажды хочется возвращаться в него снова и снова. Максим Петраков на свою первую смену поехал в пятом классе. С тех пор каждое лето проводит в лагере. Второй год в роли вожатого. Помимо игр и веселья, это еще и большая ответственность. У кого-то там может, не дай бог, что-то случиться. Тебе нужно с ним побежать в медпункт, узнать, что у него там происходит, почему он там плачет, не плачет, что его радует, не радует. И, конечно же, все эти эмоции, которые они дарят, когда у них что-то получается, когда они не знают, как что-то сделать и идут к тебе за советом, это просто для меня лично бесценно. В этом году из-за спада заболеваемости спали и некоторые ограничения. Поэтому в детских лагерях ожидается полная загрузка. Наконец-то мы дождались. То есть не 75%, как в том году было, а будет 100% загрузка. Разрешены мероприятия массовые на свежем воздухе. Поэтому практически в полном объеме, как обычно мы это делали, мы будем проводить программу в этом году. Анна Чайникова, Константин Никитин, репортер 73. В рядах пионерской организации состояли миллионы советских школьников, всегда готовых на совершение добрых дел. В целых главные постулаты пионера – любить страну, помогать тому, кому тяжело, хорошо учиться, смотреть вперед и думать о светлом будущем – актуальны и сейчас. У современных школьников появилась возможность стать частью большой дружной организации. В России запланировали создать новое движение детей и молодежи. Разумеется, авторам идеи придется учесть, что вектор, по которому идет жизнь в обновившемся 30 лет назад государстве, изменился. Но и отказываться от наработанных практик едва ли стоит. Нужна грамотная комбинация из новых и проверенных постулатов. А пока окунуться в эпоху пионерии можно на Всероссийской юношеской филателлистической выставке, посвященной столетию Всесоюзной организации. Красный галстук, значок и девиз «Будь готов! Всегда готов!» с этими символами пионерского прошлого связаны теплые воспоминания многих жителей нашей страны. Сегодня движение пионеров продолжают юные ульяновцы. Среди них ученики средней школы села Крестово-Городище. В нашей школе до сих пор действует пионерская дружина. И пионеры участвуют в различных мероприятиях, в том числе и занимаются филателлией. Нами завоевано более 300 медалей различного достоинства на областных, всероссийских и международных выставках. У каждого свое тематическое направление. Например, спорт, космос, животные. Свои коллекции марок пионеры представили на Всероссийской юношеской филателлистической выставке. В выставке принимает участие 40 экспонатов из ряда регионов России, в том числе из Самары, Москвы, Перми, Воронежа, ну и, конечно же, Ульяновск, Крестово-Городище и Димитровград. Кроме этого, представлены экспонаты из Белоруссии и из Израиля. Здесь можно увидеть много разнообразных экспонатов, посвященных как столетию Всесоюзной пионерской организации, столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Кроме марок, фотографий и письма героев Советского Союза, коллекционные экспонаты и совсем новые, уникальные. В честь столетия пионерии выходит почтовая марка в нашей стране, которая прямо на этой выставке 19 мая, в день столетия, будет погашена специальным почтовым штемпелем 100 лет Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Окунуться в историю советского прошлого можно во Дворце книги. Всероссийская юношеская филаталистическая выставка работает до 22 мая. Анна Чайникова, Сергей Рябухин, репортер 73. Большая перемена в Госдуме. Законопроект о создании российского детско-молодежного движения накануне поступил на рассмотрение Нижней палаты парламента. Предполагается, что это будет массовая, некоммерческая, самоуправляемая организация, главная цель которой – разностороннее развитие личности, от мировоззренческого до творческого, и примкнуть к ней смогут все желающие от шести лет. Пионерская организация за годы своего существования была мощным ориентиром. Сегодня при обилии всевозможных направлений деятельности в спортивном, культурном, научном ключе все же в товарищах единства нет. Как же лучше организовать детей, чтобы, во-первых, задать нужный вектор, а во-вторых, не перегнуть с идеологической составляющей? Мы спросили у наших земляков. Их мнение в традиционной рубрике репортера 73 «Глаз народа». Как относитесь к тому, что в России собираются возродить детско-юношеские организации, подобно пионерии? На пятерочку. А почему? А потому что все у нас приглушили. И все. Были октябряты, были пионеры, был комсомол, и молодежь была чем-то занята. И дисциплина самое главное. Во-первых, сплоченность. Во-вторых, идеология. Ну, в-третьих, организованность на лучшие дела, допустим, на сбор, макулатуры. Там интересные. Потом в пионерлагеря бы неплохо сделать. Конечно, нужно начинать со школы. В любом случае. А потом уже как-то, может быть, в лагеря. Там всевозможные какие-то кружки или еще что-то. Дети должны быть задействованы как-то в обществе. И сейчас очень много детей предназначены сами себе. А здесь они будут в обществе. А в любом случае наставники будут, и будет только положительное воздействие. Для этого надо людей, кто умеет это организовать, кто знает. Надо, наверное, сперва учиться. А потом уже где-нибудь опыт перенимать. И начинать организовывать. Наверное, в школе какие-то факультативы вводить. Как сделать эту систему так, чтобы детям было интересно? Ну, дети, они вообще легко поддаются на все интересное, новое. Как считаете, нужны ли сейчас детско-юношеские организации подобной пионерии? И почему? Замечательно. Конечно, нужны. Идея, она всегда должна быть. Уж лучше пионерия, чем... Это интересно. Жизнь будет интереснее, веселее. Ну и вообще дети как-то будут по воспитанию, что ли. Дворец губернаторский и Музей народного творчества представляют уникальную выставку картин знаменитого путешественника Фёдора Конюхова. Справки по телефону 44-19-75. Национальный мордовский праздник Шумбрат состоится 28 мая в парке Владимирский сад. Начало в 11.00. В МПР с 19 мая по 1 июня шок цены! Шоколадное яйцо 1 рубль. Кувшин с крышкой 49 рублей. Швабра с насадкой 199 рублей. Чайник электрический 249 рублей. Подробные условия уточняйте у сотрудников. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать всё, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребёнка может стать последней. Продолжение следует... А сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристёгиваться? А ремнём или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро всё схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребёнка можете обеспечить только вы? Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребёнок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Напомним, телефоны 304173. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова